всем доброе утро всех приветствую я новый день вторник утро вторника значит снова с вами передача полюби себя с александрой харитоновой где мы обсуждаем самые интересные самые насущные темы проблемы мы делимся самым сокровенным и стараемся найти ответы и наиболее полно разобрать ту или иную ситуацию я всегда говорю вам огромное спасибо выражаю благодарность что вы всегда смотрите каждое утро со мной и присоединяетесь мне действительно это бальзам на сердце потому что именно вы заставляете меня двигаться дальше именно вы заставляете меня и даете мне силы для того чтобы я выходила каждое утро в эфир готовилась для вас новые интереснейшие темы и помогала вам и вы мне в то же время помогаете потому что мы всегда учимся друг у друга на том и даны друг другу прежде чем вообще приступить к обсуждению конечно мне хочется сказать какой сегодня великий волшебный значимый день можно сказать один из самых значимых дней в году а сегодня день акаши называется он акшая третья акшая третья в этот день можно нужно обязательно загадывать желание в этот день все начинания которые вы которым вы приступите они все уменьшаются успехом в этот день позвольте себе только радоваться улыбаться и проводить в позитиве этот день можно провести в мечтаниях в записывании своих целей этот день можно проводить в таком спокойствии который вам будет дарить этот позитив это самый мощный день потому что именно сегодня один раз в году луна и солнце они сейчас в самой активной фазе своего существования а если в активной фазе то вы понимаете что сегодня все усиливается и увеличивается в сто крат луна это символ женственности исполнения желаний и материнства но а солнце это продвижение к своей цели стремление к успеху и получение всех благ вы понимаете какой сегодня энергетический энергетический мощный день будьте сегодня внимательно к своим мыслям загадывайте все что вы хотите если вы например хотите получить работу квартиру отдать долг вот все что у вас сегодня накипело записывайте прописывайте проведите этот день как ребенок в мечтах потому что день сегодня очень сильный очень наполненный какие рекомендации к этому дню но постараться побыть едине в тишине и также в том состоянии когда вам всегда будет хорошо хорошо лицезреть что-то красивое помолчать то есть вот такой более к себе развернуться если у вас сегодня запланированы встречи если у вас сегодня какие-то дела тоже замечательно потому что все дела в этот день они принесут вам только успех в этот день хорошо начинается новый бизнес в этот день хорошо заключать договора в этот день хорошо приступать какому-то новому делу в этот день прекрасно сдавать какие-то проекты то есть то что принесет вам плоды в будущем этот день он прям сулит везде удачу всем привет да 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 всем здравствуйте в общем вы меня услышали а кто о чем-то давно мечтает сегодня у вас есть возможность чтобы эта мечта обязательно осуществилась проведите этот день с толком с пользой и расстановкой ну что ж а вы уже можете наблюдать какая тема сейчас прикреплена какая у нас тема прикреплена и я хочу сегодня об этом поговорить как оказалось очень много людей которых обижают слова сказанные в лицо написанные в смс написанные в соцсетях тема звучит мне говорят слова которые меня обижают мне говорят слова которые меня обижают я не просто так начала эту тему потому что ко мне вчера обратились две девушки с одним и тем же запросом с одним и тем же скажем так горем их потому что спросили а как бороться когда тебе в лицо говорят ты тупая ты некрасивая тело такие колки слова которые нас вводит ступор от которых мы теряемся мы не знаем что сказать если начать ругаться с оппонентом получается ты доказываешь доказываю что это не так когда мы доказываем следовательно мы так думаем ругаться не хочется кто-то даже не умеет этого делать и тут ты понимаешь что как будто тебе просто на тебя помою выливают а ты не знаешь как от этого отмыться и очень часто такое бывает но что далеко ходить не надо я человек немножко известный и ко мне могут зайти на страницу разные люди и также могут написать какую-то нелицеприятную вещь например а ты чё такая как анорексичка или а что у тебя вообще на башке трипера мышь поганая там либо ну как такие то есть выражение которые которого человека неподготовленного неуверенного в себе конечно ввело бы это в грусть печаль в разочарование от самой себя и как же с этим бороться зачем и вообще почему люди говорят такие колки и слова знаете когда я еще год назад у меня был инстаграм меня очень обижали эти слова у меня была такая прямо депрессия на эту тему потому что мне писали тут ты не тает тут ты не такая и тут ты не такая и конечно я думала об этом сейчас конечно я не реагирую поэтому я могу спокойно выйти с этой темы к вам и рассказать какой путь прошла я как я дошла к тому чтобы не обижаться нет на ни на одного человека как перебороть в себе вот эти мысли которые тут же поступают к нам в голову что а может быть у меня правда что-то не так а может быть он говорит действительно истину давайте разберем сразу две страны я всегда люблю разбирать две страны потому что каждую сторону я сегодня хочу оправдать да вы не ослышались каждая страна права по-своему давайте возьмем сразу чтобы вам объяснить сегодня дать полную картину после как надеюсь что после этой передачи больше никто никогда ни на кого обижаться не будет появится новое чувство о котором я расскажу давайте подумаем встречается нам человек либо он пишет нам мы его не видим в живую физическом воплощении какая-то колкость прилетает к нам у нас сегодня великолепный день например сегодня день такой великий исполнение желаний и может быть кому-то сегодня прилетит такое сообщение либо кто-то услышит какое-то на улице даже кто-то кого-то толкнет и скажет ты куда раззява там жирная или корова куда ты смотришь это обидит человек как вы думаете почему люди вообще выбрали такую манеру общения как говорить колкости в лицу никогда не задумывались что такое колкость колкость слово от слова колоть да нас это колет вот эти слова они словно иголочки в вонзаются нам в плоти нам больно от этих слов как вы думаете почему человек приобрел в своем арсенале не цветочки вот у него у нас же у людей как вот есть слово я просто сейчас вам расскажу сразу проиллюстрирую вот у нас в арсенале у человека есть есть цветы слово как цветы которые мы дарим и человек улыбается он восторгается цветы есть бриллианты которые мы можем отдать слова какие-то ценные советы какую-то мудрость человека поселить у нас есть некий некий такой сухой паёк который мы дадим на путственное слово человек например уезжает у него нет связи и ты наговариваешь ему то есть как бы успокаивая его это и есть тот сухой паёк который он будет вспоминая ваши слова закусывать ему будет становиться легче есть разумеется и камни когда мы аргументами забиваем человека вот он пожалуйста в арсенале а есть в арсенале иглы иглы не камни иглы что такое игла это точечно колко больно и в самую цель если камни хаотично люди могут кидать не понимая где же там не каждый поймет где же это слабое место то иголку как правило помним да когда нам ставят укольчики в вену берут кровь они четко должны попасть в вену вот она игла она на то и тонкая четко поэтому эти иглы человек приобретает по жизни для того чтобы убить для того чтобы так колоть чтобы изнывал и мучился и корчился на земле человек как вы думаете я начала с цветов помнить цветы бриллиант сухой паёк а потом мы пришли камни иглы то есть каждый человек сам выбирает какой арсенал словесный он приобретает почему потому что у каждого есть своя среда общения и свои условия жизнедеятельности свои законы свои каноны семейные ценности вообще по жизни ценности и человек чем богат тем и рад то есть если уже у кого-то сегодня лежат эти иглы и вы узнали сегодня себя что вы так можете уколоть ведь не все же такие белые пушистые и я когда-то очень сильно колола в моем арсенале вообще не было практически цветов и бриллиантов у меня были камни иглы мотыги биты базуки пистолет у меня было все самое темное вот так вот я жила почему я сегодня вам об этом рассказываю потому что я прошла путь девочки у которой не было в ее арсенале вообще положительного я везде оборонялась то есть что такое вот эти даже я вам сейчас и проиллюстрировала это орудие орудие для чего орудие защиты а защита от кого от окружающего мира человек который может вам сказать эту колкость как вы думаете если в арсенале есть иголка самое точное самое опасное оружие хорошая ли у него жизнь доволен ли он своей жизнью любит ли он себя разобрался ли он в себе каково ему наедине оставаться с собой когда он засыпает может быть у него так стучит сердце у этого человека что ему жить не хочется никто об этом не задумывается как бывает иногда порой больно жить почему люди приобретают в арсенал вот такие иклы понятное дело что тот человек у которого есть иголка кто может сказать такие слова он не понимает что с ним происходит там далеко до понимания до изучения себя там далеко даже на путь исправления но это данность и сегодня мы не можем те кто уже понимаем эти жизненные законы это было бы кощунственно чтобы я сейчас сидела и осуждала да ты вообще кто ты не понимаешь вот я чего достигла ни в коем случае знание это тот инструмент который дает вам любовь к ближнему своему не высокомерие не то что я теперь знаю я прошла путь а ты какашка а понимание а доброта к этому человеку как какие бы он слова вам не сказал вы поймите если вы добрые внутри если вы не кичитесь своим пониманием не кичитесь тем то что вы достигли может быть чуточку больше чем кто-то кто еще внизу а вы что делаете то есть человек кто внизу он и так внизу карабкается а вы его еще сверху стоите и камнями закидываете говорят да ты кто такой там да ты что ты вообще что-то говоришь это тот кто вступает в полемику с таким человеком а если ты уже добрался наверх ты понял эту жизнь ты должен смотреть на этого человека и руку помощи протягивать а каким образом пожелать ему мысленно добра вот вам сказали колкость а вы искренне посмотрите на этого человека посмотрите ему в глаза если он перед вами либо читая это сообщение просто пошлите ему хорошее настроение всех благ этому человеку пошлите сил чтобы вытерпеть это те страдания на которые ты сам себя обрек сил чтобы вытерпеть ну и конечно возможности шансы чтобы прийти к чему-то хорошему и светлому то чего уже достиг ты раз ты так будешь думать вот это одна страна медали я на этих передачах отказываюсь кого-то судить я на этих передачах отказываюсь кого-то учить я говорю то к чему я пришла сама потому что я была в своей жизни в разных скажем так ипостасях и практически все ипостася были не очень лицеприятные не очень приятные для окружающих я прошла от того что я кидала иглу потом я была высокомерная смотрела на этих фу-фу-фуктовы и сейчас я нахожусь в статусе когда я хочу протягивать руку помощи тем кто заблудился каждый имеет шансы права на исправление каждый человек и тот кто вас сегодня колет посмотрите на него почему он вас колет от чего я всегда буду приводить пример сейчас уже стало конечно меньше видимо добро она все-таки побеждает мне раньше еще год назад практически каждое сообщение приходящие в директы каждое сообщение которое писали под постами и людей каждого которого я встречала в своей жизни «ты замужем? а дети есть? а ты почему не замужем? ты что там бездетная? ты что бесплодная? ты что там корявая? что на тебя мужчины не клюют?» вот так мне говорили прямо и в лицо и естественно писали в сообщениях а что еще похуже я очень обижалась на это мне это кололо мне было это больно я страдала внутренне но не показывая конечно всегда держала маску хладнокровия как я вчера в стихотворении сказала о прощении последнее мое но внутри у меня кошки скребли и этих иголок становилось больше потому что я понимала ну как это если меня колет тогда я должна в свой арсенал приобретать еще иглы и выискивать у человека такую больную точку чтобы колоть его потому что мне станет чуть-чуть полегче а сейчас когда ты приходишь к какому-то другому иному пониманию и понимаешь что все люди они прекрасны каждый прекрасен у каждой запомните каждый из нас это чистейшая душа которая поселилась в младенческое тело любой человек будь то это человек даже убийца каждый был изначально чист как ангел когда он рождался и выходил из трубы матери каждый поэтому я всегда смотрю вот в это зерно что каждая душа была чистая это уже в процессе жизни социума я уже упомянула уклада он начал запутываться в собственных страстях пороках и в этом зле в этой ненависти в этой зависти которая возможно была и сейчас когда мне пишут такие сообщения там ты что у тебя что там никого нет ты что никакая ты не такая я просто понимаю что человек сам где-то несчастен у него даже есть семья у нее даже может быть муж ведь в основном женщины это пишут ну значит там муж где-то обижает где-то она не удовлетворена в какой-то сфере своей жизни может быть она очень устает на работе и работает на трех работах и да она любит свою семью ее может быть раздражает то что там сидит девочка в инстаграме который не замуж выйди замуж это же злость это от того что она просто устала а не потому что она желает мне зла она сама устала и хоть кому-то выплеснуть вот это хоть чуть-чуть освободить на час хотя бы посвободнее вдохнуть и подумать что у меня ну у меня семья есть вот 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 зачем люди колят чтобы чуть-чуть освободить вот ту злость и ненависть которая уже в них сидит и накопилась и сегодня я наоборот мне сказали гадость ну значит им чуть-чуть полегче стало я говорю ну хорошо хоть ты ты час проживешь полегче я сконтейнирую твою злость на себя переработаю в себе и пошлю тебе добро вот как зло перерабатывать надо а зло сегодня люди принимают и вот так размазывают по себе ну вот то что делала я когда я страдала переживала и искала только бы еще что в арсенал взять так базука пулемет гранату иглы чтобы защищаться чтобы я быть всегда вот в этом ежике сегодня я выбросила тот чемодан у меня сейчас бриллиант у меня есть роза у меня есть хлеб у меня есть сумка если надо помочь собрать чью-то гадость собрать выбросить выбросить понимаете то есть у меня поменялось абсолютно мое видение на людей вот тут мы сейчас разобрали с вами ту сторону медали тот кто кричит и говорит колкие слова понятно говорите вам полюбите их вы должны ничего вы не должны я рассказываю как понимаю это я запомните на моих передачах я никого не хочу учить я могу только вам дать информацию а это уже будет ваше право взять ее переработать продумать оставить что-то либо просто выкинуть и выключить экран телефона поэтому понятно я вам только говорю вот свои мысли как до чего дошла я одну сторону медали я вам рассказал теперь другая сторона медали того кого колит тот кто обижается а давайте теперь разберем этого человека самое интересное что вот в этой ситуации нет ни одна нигде чистейшей души нет нигде чистого помысла потому что вторая сторона тот кто обижается он тоже очень не чист он тоже пропитан злостью к себе самому я сейчас беру только я не говорю сейчас я не виню никогда окружающих материальные вещи помню что всегда во всем мы виноваты сами все создаем сами тот кто обижается он тоже не чист потому что когда-то мысленно он так про себя думал все эти иглы которые сегодня мы получаем следовательно мы так думали сами про себя а почему это становится иглами и так больно нас колет почему мы ощущаем вот такой укол и нам прям ваш аж прям дрожит щитовидка вся дрожит потому что это то что ты запрятал так глубоко в свое подсознание что когда-то ты так подумала или подумал про себя и ты подумала что ты смог скрыть в себе в теле кто узнает кто читает мысли телепатов нет и вот она иголка потому что что ты запрятал а тебе туда именно ее поставили и ты и боль то от чего боль не от человека от боль от самого себя это увидели люди так это же правда вот что происходит в сознании с этим человеком кому больно от иголки но эго тут же что делает оно уводит и говорит это он виноват а кто на самом деле виноват кто в твоей голове поселил что ты например у тебя нет детей вот я к себе я сейчас буду обращаться к себе ведь я же думала об этом тоже и поэтому меня это и кололо почему меня кололо что мне говорили там у тебя три пера на голове потому что я так думала что у меня три пера на голове почему тебя кололо когда тебе говорили ты злая невыносимая отвратительная потому что это было правда я была злая невыносимая отвратительная потому что я защищалась от всего мира я прятала я одевала маску хладнокровия что у меня все хорошо а внутри я была маленьким ребенком который защищалась тем как так как умела как по наитию шла так кто же из вас вот из двух сторон хороший никто ребят нет тут жертвы и палача вы вы и тут и тут жертва и палач понятно жертва и палач обе стороны тут неудовлетворение и тут полный тотальный крах и вот и начинается грызня а ты не сказала а ты такая а ты такая а ты а а а а а а а и все и люди в скандалах расходятся если еще до драки не дойдет что же они сделали они еще больше себя зарыли закопали еще хуже себе сделали потому что все израненные а выход не быть жертвой не быть палачом а стать просто хозяином своей жизни вот он выход своей жизни потому что когда мы вступаем в споры запомните когда мы пытаемся что-то доказать мы теряем тут же управление своей жизнью мы что делаем мы вторгаемся в жизнь другого человека мы хотим его научить мы хотим ему донести мы хотим его убедить вы теряете свой руль и туда внедряетесь еще хотите свои вот эти иглы камни напихать ему в автомобиль а человек должен а человек позволит себе может жить не лезть в чужой автомобиль не пачкать его очистить всю свою жизнь свой и заниматься своей кабиной и никогда не отпускать руль никогда запомните как только вы начинаете во что-то ввязываться когда в вас играют эмоции вы тут же вспоминаете что отпускаете руль своего своей машины а потом там наругавшись уже наплакавшись вы опять хотите взять управление собой а не получается вот она депрессия вот она апатия вот она когда нам жить больше не хочется когда нам кажется что мы на дне конечно вы на дне вы на дне потому что машина уже потеряла полностью ориентиры она просто словно она кверх тормашками уже едет вы уже миллион раз попали на ней в аварию вся система уже сбилась потому что вы столько раз отпускали свою руль а потом вы хотите вернуться когда вам это удобно и вот и начинается что жизнь кончена у меня а кто виновен в том что жизнь кончена только вы и самое интересное что как только вы начнете себе это себе в этом признаваться машина удивительным образом та которая потеряла полностью ход она начнет самовосстанавливаться вы не ослышались самовосстанавливаться потому что единственное у нас нет автосервисов ну есть конечно автосервисы это тренинги для тела человеческого у нас уже я просто сейчас хочу вам проиллюстрировать понятно что машина это мы сами а у нас есть тренинги прокачки курсы это вот те автосервисы также психологи автосервисы и подруги люди которые нас выслушивают вот кто нас может собрать по кусочкам не просто же так говорят но опять же люди думают что загнав в этот автосервис свое тело то есть свою машину сейчас там психологи курсы полностью создадут новые детали и пересоберут нет они дают жизнь старым запомните все что в чем вы ищете поддержку в других людях она нам нужна но люди путают понимание того что они получат вот мой курс перепиши жизнь когда ко мне приходят на курс я вам сейчас просто нарисую эту картинку мне спрашивают а я буду счастливая а я буду это то есть что человек хочет поменяй мне деталью вот вытащи просто возьми вот на этих курсах грубо говоря на моих разбери меня вытащи деталь где вот этой печали страха обид злости ну и поставь свеженькую чистенькую как святой дух ну сделай меня опять ангелом и то же самое люди просят от психологов а я говорю что все эти люди даже вот то что создала я я автосервис но такой автосервис где я даю жизнь вот там деталь умерла а я беру и подсвечиваю ее и вновь завожу деталь а ваша задача сделать так чтобы деталь больше чтобы деталь работала вечно это ваше усилие это ваша воля это ваше стремление а я подсвечиваю я реанимирую ее то что так закидано что за шлаковано там уже такая вся смятая это то же самое как я росток проращиваю из сухого маша из сухого зерна у меня идет росток и это моя задача поддерживать чтобы он не засох правда поливая его вот я делаю то же самое на своих курсах я подсвечиваю и завожу а это уже ваш образ жизни чтобы эти детальки всегда светились и работали и ваша машина наконец таки нашла вот этот путь вот это спокойствие эту гармонизацию так я пришла к тому почему же кололи слова меня и почему люди колят сегодня и мне стало очень просто жить я перестала обижаться я перестала таить обиду я перестала вести какие-то внутренние диалоги с этими людьми я перестала что-то доказывать я перестала оправдываться это моя теория это сегодняшний мой посыл к вам сегодняшняя тема такая я включаю ваши комментарии задавайте свои вопросы что вам интересно возможно у вас есть какая-то история и вы не знаете что делать я с удовольствием помогу сегодня вам разобраться в той или иной ситуации саша подскажи пожалуйста стала пить трифолы пошло дикое высыпание на щеках да это нормально это чистка организма конечно вы же чиститесь сейчас и герпесы могут вылезать и болячки все это все пройдет высыпание это первое что идет от трифолы конечно и на плечах может и на груди высыпать а александр вы совершенно правы нужно ли рассказывать расставаться с такими людьми так давайте быстренько выключаю а то я пропущу все вопросы нужно ли расставаться с такими людьми а как вы чувствуете бывает такое что люди вас колят а тем самым они во первых что такое укол это попытка обратить на себя внимание укол негатив в сторону другого человека это попытка обратить на себя внимание то есть мы сразу можем понять что у этого человека мало внимания ему хочется быть заметным и это только вам решать если вы поймете для себя и почувствуете что меня больше это не колет проработаете в себе это поймете как это работает действительно примете возможно вы явитесь спасителем для этого человека не боюсь этого слова спасителем может быть благодаря вам благодаря вашему теплу и добру человек изменится человек поймет что-то начнет к себе обращаться запомните что творит добро с людьми добро заставляет не боюсь этого слова оборачиваться к себе как происходит вот мне сказали колкость я пишу благодарю спасибо так приятно ваше мнение но если единственное что я ставлю в блок то пишет прям мат матные слова я сразу блокирую а там если какие-то без мата плохие я говорю окей спасибо вам большое что делать с человеком добро добро возвращает первое то зло которое посылается на вас первое тому а во вторых заставляет добро посмотреть на себя почему я так не могу сказать как сказала мне она почему она не дала той реакции которую я привык которую я ждала или ждал когда писал гадость и тогда человеку становится не по себе он еще больше убеждается в том что он ничтожество понимаете и возможно вы этим людям явитесь примером на который потом они будут равняться потому что чем больше будет таких людей которые понимают как происходит строение человеческое психика как строится почему происходят те или иные события чем чем больше нас таких будет тем добрее будет этот мир поэтому тут только вам решать как вы чувствуете а если родные люди колят а если родные люди колят ну какая разница кто вы я столько проговорила а вы спрашиваете а если родные в чем разница между родным и неродным человек когда он вас колит в чем разница кто палач если вас это колит также понять почему вас родные колят и убрать в себе вот это вот то что вы запрятали то чем они вас колят как только вы это проработаете этого станет все меньше меньше и меньше понимаете это проверено на мне я еще раз говорю год назад в мой инстаграм все сообщения были бездетные нету мужа и детей сегодня они есть но их очень редко встречаешь а если встречаешь то уже вы мои подписчики пишете а что вы к ней пристали и никто не ругается просто это просто как данность это проскальзывает этого стало очень мало либо я перестала это замечать потому что я в себе убрала я это проработала и так же я проработала и проблему с волосами вы видите что у меня не крашены корень и сколько там уж изначально было ну покрасьте я не бегу меня все устраивает я проработала для себя когда я сняла ногти а сейчас этого уже меньше вы даже можете наблюдать по перепискам это практически потому что мне стало все равно а люди кто колет они чувствуют то что это больше не ее рано и все вот они стоят с иголкой и не знают куда ткнуть потому что тут добро тут добро тут добро и они уже сами ну что ж такое что ж вы такая хорошая это блин вот что начинается и человек который захочет поменяться он так вот возьмет иголку и скажет пошла ты вообще в попу не хочу я больше колоть я хочу подумать как она дошла до этого я тоже хочу так быть а кто-то еще больше купит иголок и просто будет тупо вот так долбить кто у кого очень сильно зашлакованный организм своими пороками страстями но тот те люди которые сейчас смотрят меня в эфире уже там 30 минут 40 вы именно те люди которые видимо хотите поменяться это сто процентов потому что вообще мои речи человек который скажем так молодая душа которым только предстоит там рано или поздно вступить на какой-то путь понимание самого себя и самопознание он сразу выйдет то есть он даже минуты не сможет меня прослушать потому что он скажет это бред то что она говорит это вообще что за ерунду она тут толдычит поэтому он даже не поймет но я опять же уважаю и этих людей тоже потому что все люди помните все были ангелами когда они спускались в тельце младенца каждый человек это ангел Александр вы считаете как можно научиться контролировать поток мыслей как вы считаете как можно научиться контролировать поток мыслей хороший вопрос очень просто у меня есть стихотворение созерцателя как-то я говорила на той неделе у нас когда была про книгу парадигма 2.0 и рассказывала Дмитрий Миров автор как раз таки я говорила что человек его задача жить как будто он в своем автомобиле наблюдает созерцает эту жизнь и тут как к этому прийти первое ты постоянно ежедневно просыпаешься и думаешь так что сейчас со мной происходит сначала ты полностью охватываешь свое тело как ты чувствуешь руки где покалывание где зачесалась где может быть сдавилась где немножко боль кольнула вот ты так сканируешь свое тело затем ты начинаешь записывать свои мысли о чем я сегодня подумала я подумала о том что меня бесит Коля к примеру а еще о чем я подумала я подумала о том что мне нужно завтра сходить в магазин а еще о чем я и записываешь поначалу все свои мысли ну а дальше как это научиться сделать вы можете прийти ко мне на курс перепиши жизнь и там я уже более подробно об этом рассказываю ссылка в описании профиля читаю ваше сообщение пожалуйста напишите нас осталось немного времени синильников полюби болезнь свою как раз о том что вы говорите живу такой же философии когда кто-то раздражает что делать понять почему человек почему чем он вас раздражает понять именно интонации словом какой-то какой-то манерой и найти это в себе и устранить потому что все что вас раздражает есть в вас либо вы хотите это делать но не можете вот понять почему то есть это зависть получается понятно да вот так мы и работаем люди это зеркала наши когда кто-то раздражает все правильно саша быть естественно лучше всего про рейки я никогда не пробовала но люди по крайней мере по опросам моим по когда я интересовалась рейки все в восторге но сама я не пробовала книги у меня есть посты в ленте ищите по поводу книг Саша ты большая молодец шикарно выглядишь благодарю хотела бы лично с тобой пообщаться да скоро я буду давать личные консультации поэтому кому интересно пишите мне в директ личные консультации если вы хотите лично то по скайпу пожалуйста мы можем общаться если вам это интересно у меня у меня я сейчас выложу после эфира два поста своих stories и отмечу ссылку и там посмотрите что же делать когда на тебя орут то же самое также понять почему человек орет вы поймите люди которые на нас орут тоже благодарю вас за сообщение люди которые на нас орут почему они орут вы сразу задавайте вопрос вы смотрите на человека он орет а у вас мысль не то что я хочу плакать мне так больно почему на меня кричишь а подумай и какова причина его крика почему причин бывает несколько практически у всех они одинаковые первое расшатанная нервная система человек уже не может с собой справиться это его уже образ жизни он сам не рад своему крику но настолько расшатана нервная система что она уже им управляет а он не может обуздать и единственный его разговор это крик люди которые работают в общепитах люди которые работают в автосервисах люди которые которые имеют напряженную работу они всегда орут это манера их общения и потом даже эти люди не понимают что ты обиделся на меня что я на тебя накричал потому что на них это норма вот она причина первая почему вторая причина орет потому что человек может болеть у него может быть какая-то хроническая болезнь например болят суставы кости постоянная мигрень и он кричит от того что боль его достала и он больше не может психика дает такую реакцию следующая причина почему человек может кричать от того что в его семье все кричали друг на друга и он скопировал эту модель и понятно что почему там у меня папа орет да потому что дедушка постоянно так орал так с матерью и общался и папа сейчас тоже самое транслирует в этой семье к примеру либо человек может кричать от того что у него сегодня был плохой день испорчено настроение и он просто вымещает на вас чтобы хоть чуть-чуть ему стало легче потому что тот негатив он в себе не переработал и сейчас вечером вылилось в крик или могут быть у людей проблемы в бизнесе и он кричит не от того что вы его бесите а от того что он сам уже бесится ему нужно выход вот как прорабатывать людей надо и представляете если вы стоите вот на вас кричат а вы понимаете почему вам захочется ругаться нет доказывать да нет единственное вот она и появляется любовь к ближнему она появляется только тогда когда вы будете находить причину самую самое начало почему же это произошло и тогда появляется любовь а люди конечно кто зажат вот в этих тисках что жизнь несправедлива что все вокруг плохие как он может полюбить его он даже не понимает в толк не возьмет каким образом а полюбишь ты тогда когда ты будешь видеть зерно когда ты изначально будешь видеть не какой он толстый страшный покрашен корень как он одет какой ценник какая мимика а то что он изначально чистая душа он такой же как и ты чистый все мы почему говорят там вот люди мы все равны есть такое выражение которое кстати сейчас очень редко применяют его в разговорах потому что людям стало это неприятно как ты я я я равна у меня монако я сижу в италии постоянно а эти бомжи они вообще как это вы меня приравниваете вот почему да потому что люди уже настолько ушли в материальное что мерит эту жизнь материальным но это тоже урок который нужно пройти а на самом деле да дорогая где бы ты не сидела в монаке а человек на помойке вы одинаковы то что вы оба вылезли из утробы матери и вы оба оживились и были младенцами оба уж так просто сложилось что один живет на помойке он бомж а вторая живет в монако потому что жизнь так срослась у каждого пути разные ну да вы равны абсолютно вот как на людей смотреть надо откинуть все вот эти фантики эту мишуру который люди себя начинают окружать верна ли фраза живи так как будто завтра умрешь нет нет абсолютно ведь какая колкая фраза живи так как будто завтра умрешь тогда если если мне сегодня если я буду жить каждый день как будто умру тогда я буду прыгать с тарзанок каждый раз я буду употреблять там какие-то запрещенные препараты а с чем никакая разница я же завтра умру как вы думаете вы долго протянете вы на самом деле завтра умрете что за установка это плохая аффирмация живи просто здесь и сейчас и принимать то что сегодня идет тебе в руки не педалируй как мы когда человек ставит себе ученой кстати такая установка живи сегодня так как последний день нам втюхали в голову какой бред ты реально когда-то проживешь свой последний день и не через цать лет а через год потому что ты будешь жить как последний все пробовать постоянно рисковать своим здоровьем гробить себя рисковать своей жизнью ты рано или поздно проживешь последний а если я живу здесь и сейчас и принимаю что мне идет в руки тогда ты проживешь очень долгое время поэтому для меня это мне это установка я от нее отказываюсь но если она вам подходит опять же отказываюсь кого-либо принуждать обижает тон человека обижает потому что что-то в этих нотках есть у вас значит есть у вас такой тон когда вы смотрите быстро вам приведу обижает тон человека очень часто такое бывает что вроде слова говорит нормальный а вот как-то коробит как сказал нам мы же постоянно мы же такие въедливые существа по натуре почему это происходит значит в вас есть такой же тон когда вам что-то не нравится но вы плохо себя знаете поэтому сейчас вы отторгаете это и вы этим тоном общаетесь с людьми когда они вам не нравятся потому что у вас тот тон есть и этот тон также не нравится когда вы его произносите ваше окружению тому кто его слышит и вас раздражает вы улавливаете знакомые нотки почему раздражает тон слух улавливает знакомые знакомые нотки то же самое как музыку которую мы знаем да и мы начинаем ее подпевать и эти нотки в вашей системе ценностей они идут в негативе потому что вы используете только на низких частотах когда вам нужно как-то вот там принизить мы каждый это умеем делать и знаем о чем мы говорим и поэтому вас раздражает этот тон найдите его в себе а найти его как можно записывать себя на видео на диктофон и искать либо быть наблюдателем постоянно и слышать себя когда ты общаешься и прям найти его конкретно быть сейчас соискателем как только вы его найдете мозг попадется разум в ловушку что ааа я тебя поймала все понятно я тебя поймала ты есть у меня ты обманул что нет сейчас скажете вы у меня нет такого тона как люди сразу оправдываются да когда мы оправдываем следовательно это что оправдание это эго которому выгодно делать из вас пушистых а винить всех окружающих понятно да как работает цель а про вчерашнюю тему давно слышала что если рождается человек с изъяном слепой глухой то это бывший самоубийца это тема следующего эфира я немного не согласна с вами Саша скажи пожалуйста как бороться со страхом темноты с тишиной это фобии посмотрите у меня на ютубе есть передача страх смерти ипохондрики это тоже страх рака болезней это все к одной категории относятся это фобия которой я просто говорила уже об этом и неважно какая фобия то есть ту модель которую я описывала те техники они применимы к любой фобии крестников у меня нет готов готовы ли бы простите готовы ли бы побывать на медитациях бисосана не знаю что это такое сашенька есть книги перепиши жизнь от вас книги нет нет только курс саш когда когда уже мы увидим твою счастливую семью любимого мужчину очень хочется увидеть тебя мамой вот тоже хороший вопрос потому что относится к этим колкостям вот смотрите на примере Захарова и Маруси вот Маруся Захарова она слушала слушала и написала все таки ну когда мы увидим твою семью как вы думаете Маруся она завуалировала просто такую форму облекла нам так хочется чтобы ты была счастливая по-настоящему ни одному человеку вообще не хочется ничего и он даже и не думает о других а уж Маруся сейчас выкачет и забудет обо мне если не будет на меня смотреть то она даже и не вспомнит обо мне через неделю поэтому это тоже некая колкость вот пожалуйста на этом примере я вам скажу как люди тоже колют как они внутренне пытаются они просто даже этого не понимают почему но им хочется то есть не каждый же напишет такое сообщение когда когда Господь Бог распорядится тогда вы же сами знаете ответ когда я могу сказать когда вы например я уверена что у вас есть ребенок вы знали какого числа у вас родится ребенок вы прям родились и вам сказали вот 15 марта 95 года у вас родится ребенок нет вы ждали когда вы забеременеете когда же наконец-то случится это чудо и вы знаете что сказать когда не может вам никто мы я даже не могу вам сказать что будет со мной через неделю потому что пути Господни неисповедимы следовательно зачем вы задаете этот вопрос вам хочется меня уколоть вам хочется опять подцепить просто чтобы вы знали пожалуйста хороший пример как тоже понимать что у вас колет хотя вуалирует это такое прям мне так за тебя зачем человек приписывает такую я желаю тебе добра я желаю тебе люди как это оправдание то есть я тебе сейчас скажу колкость но я желаю тебе добра когда когда мы желаем добра мы ощущаем это на интуитивном уровне без слов это то же самое как слово люблю нам не нужно говорить 500 раз на дню любимому человеку что люблю он чувствует на расстоянии то как вы любите понятно да супруг говорит что не любит людей разбираем и хочется донести до него что надо копаться не надо копать опять надо копаться ну кстати вы сейчас приходите к мужчине и говорите тебе надо копаться в людик но он тебя пошлет искренне и от души и будет прав потому что человеку ничего не надо а уж тем более копаться формулировочка а вот сказать позволить себе разобраться согласитесь прислушается что значит позволить себе разобраться поверьте любой мужчина среагирует ты просто смотри вот у тебя есть несколько путей ну как вот ты можешь ты можешь там переживать как то спрашивать почему не находить в ответ это есть один путь жизненный а еще есть такой путь как когда ты позволяешь себе просто разбираться в людях он такой а как это я что не умею разбираться столько, что ты умеешь, но для того, чтобы разобраться в людях, потом ты можешь позволить себе разобраться в себе. А я что, в себе не разобрался? Да нет, ты тоже в себе разобрался. Ну, просто получше разобраться. Вот, например, и тот же вы пример мужчине. Ну, такой, что, давай, рассказывай, как это? Ну, вот, например, вот мы сейчас с тобой разговариваем. Какие ощущения у тебя в теле? Всегда начинайте с физики, потому что это больше, когда вы не хотите разбираться, особенно приобщить к этому каких-то людей. Начните с понятных терминов для этого человека. Например, что ты чувствуешь сейчас? Это же некая игра. Ну, я чувствую, ну, немножко чувство голода, например, там вам кто-то ответит. Голова немного побаливает там, чтобы было. О, вот он тебя описывает. Надо дождаться, пока он расскажет. После этого ты начинаешь с ним говорить. А как ты думаешь, а почему у тебя вот тут болит? Он говорит, ну, потому что я... И вот таким образом вы приобщаете. Но когда вы говорите, надо копаться, я сразу бы сказала, да мне ничего не надо, от тебя уж точно. Вообще отстань от меня, ты что-то ко мне пристал или пристала. Позволить себе. Если вы не смотрели мой эфир на ютубе, слова, которые нельзя произносить, по-моему, слова, которые надо исключить из своего лексикона, и как слова меняют нашу жизнь, посмотрите. Там я говорю, какие слова произносить надо позволить себе, можно позволить себе произносить, отказаться, отказываться. Как чистить свой лексикон и как слова вообще влияют на нашу жизнь. Вот у меня есть такой эфир, поэтому можете посмотреться. Посмотреть. Саша, может, не по теме, почему ты не встретилась с Африкантовой. Ну, наверное, как вы думаете, это по теме? Вот опять же, как человек, да, показывает некую свою... Ну, вы же знаете, что это не по теме. Я вам отвечу, мне несложно, потому что я занята. Я человек занятой, у меня есть свой досуг, есть свои планы. Саша, ты говорила про точки на пальцах и ушах, которые нужно надавливать. Напомни, пожалуйста. Точка, у нас мочки, это главные точки на пальцах и ушах. Ну, а дальше как-нибудь мы сделаем эфир, потому что это тоже, опять же, не по теме. Саша, я в 40 лет начала учиться, а мне крутят возле виска и посмеиваются. Ну и что? Значит, вы сами думаете про себя, что вы какая-то не такая, что так поздно пошли учиться. Значит, вы об этом думаете, поэтому люди вам и транслируют. А транслируют зачем? Чтобы вы стали лучше и сказали себе, что я нормальная. Как только вы скажете, что я нормальная, они перестанут вам транслировать. Поймите. Все. Все всех, что мы видим, слышим в нашей жизни. Вот все. Вы сейчас просто вдумайтесь в них. Это благо для вас, чтобы вас сделать лучше. Крутят у виска, скажи спасибо. Понятно, значит, я так думаю, я убираю этот паттерн, потому что потом он вылезет и мне помешает. На вас орут, спасибо, я поняла, так на меня кричат. Ага, значит, нужно быть терпимее к людям, позволить себе начать в них разбираться. Меня колет, ага, спасибо большое, да, у меня есть это внутри. Все, что с вами происходит, это вы. Вы создаете свой круг. Вы создаете свою работу. Вы все создаете. Вы и только вы. А когда поменяетесь вы, поменяется окружение. Не будете меняться вы, будет только хуже и хуже. Или только лучше и лучше. Кому как. А что если мужчина никуда не хочет ходить со мной? Трудоголик. Интересная постановочка, да? Мужчина не хочет никуда ходить. Трудоголик. Значит, мужчина, видимо, не хочет с вами ходить. Но вы оправдываете его поступок, что он трудоголик. Подумайте об этом. Потому что ответ только у вас. Я не знаю, почему. Но явно вы понимаете, что идет какой-то обман с его стороны, и он прикрывается тем, что он трудоголик. Возможно. Почему он не хочет? Потому что он вообще человек, который не любит никуда ходить. Он домосед. Возможно, у него есть какое-то общение, которое ему хватает, и он не хочет с вами общаться. Ему просто уже нету на это времени. Возможно, его не привлекает ваша персона как собеседника. И он вообще с вами хочет проводить вот так, обнявшись, без разговоров. Потому что многие мужчины вообще не любят общаться с женщинами. Это редкий мужчина, который будет вести какие-то диалоги с женщиной. Для них женщина – это просто приготовь, постира и убери, и давай пообжимаемся. Все. А считают многие мужчины, есть такая категория, которая считает, что женщина – это не для разговоров, а вот мужчина, партнеры – да. Разберитесь, почему. А вы просто сказали, трудоголик, значит, что случилось? Вы уже сами это понимаете, что что-то там не то, и трудоголик – это не та причина, по которой он с вами не ходит. Найдите истинную причину, и тогда снимется этот вопрос. Как избавиться от вспыльчивости, начать прорабатывать свое сознание, ментальная диета, приходите ко мне на курс, то есть начать изучать себя. Если между людьми случилась страсть, правда, что это человек из прошлых жизней. Все люди, даже я, я вам так более того скажу, даже то, что вы уже видите меня и знаете меня, я тоже человек из прошлых жизней. Мы все вот тут вот в этом мире живем, мы все из прошлых жизней. Эти знаменитости, которых мы знаем, когда-то мы с ними тоже, мы там с ними тоже общаемся. Потому что, например, я не знаю китайских звезд, правда? Или мы не знаем племен, которые до сих пор существуют, мы не знаем их в лицо. Понятно, что это другие кланы душ. А то, что мы варимся, кого мы знаем, естественно, мы все из одного клана, почитайте Ньютона. Конечно, мы знали друг друга. И с кем была страсть, и с кем просто был диалог. И попутчик в поезде тоже, когда мы даже встречаем людей таких роковых в нашей жизни, мы тоже с ними встречались в прошлых жизнях. Ребят, час полетел. Хорошего вам дня. Будьте добрее и терпимее друг к другу. Несите любовь, свет. И просто пусть у вас все будет замечательно и хорошо. А с вами была Александра Харитонова. Ее программа – моя программа. Полюби себя с Александрой Харитоновой. Пока-пока. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok